Всем привет, с вами Надбар и вы смотрите четвёртую серию игры Planet Zoo. В прошлой серии я сделал вольер для этих замечательных фламинго, по-моему получилось очень круто. И я его за кадром немножко доделал, самый внимательный из вас, и я думаю уже видят разницу. И стало немножко получше, я всегда за кадром немножко поправляю, и в целом, мне кажется, что так и просторнее, и фламинго чего-нибудь замечают, и в целом прикольно. И для людей тоже лучше будет, но правда их пока нет. Нет, потому что мы совсем недавно открыли этот вольерчик. Посмотрим, как тут все будут уживаться друг с другом, пока что вроде бы всё неплохо. Ещё я смотрю, что мы идём в плюс по деньгам, и это мне говорит о том, что я, наверное, мог бы нанять дополнительного... Дополнительный персонал, в частности, одного смотрителя ещё, потому что много смотрителей не бывает, не бывает, и ещё одного ветеринара для ускорения исследований. Вот как-то так, друзья, будет у нас ветеринарное исследование завершено, супер. Это мы по Акапи исследуем, теперь у нас два учёных есть, давайте исследовать одновременно и фламинго, и Акапи. Очень много у нас по ним всего. О, фламинго, кстати, ждёт потомство. Круто. И да, вот люди уже начали к ним заходить, надеюсь, что фламинго людей будут нормально переживать. И, кстати говоря, пока я вижу ещё, что тут можно строить, я немного добавлю освещение. А, всё, уже не вижу ничего. Ну, вот здесь фонарь точно нужен хотя бы у входа. Вот так. Не знаю, слишком часто, не слишком часто. Ну, вот буду рядом с урнами этими ставить, и я думаю, что окей. Эй, фонарь, загорайся. Что с... А, он уже к электричеству не подключён. Всё, друзья, нам придётся тут электричество ставить по-другому. И говоря об этом, у нас есть в технических исследованиях ещё и механик занимается электроэнергией, и скоро он даже закончит это делать. И у нас теперь, поскольку два механика, то мы можем одного из них развлечь чем-нибудь другим. Например, мы можем выучить какую-то... какие-то новые тематические детали, или же можем служебные постройки, лавки с напитками. В общем, всё-всё-всё можем учить, и я думаю, что мы начнём со служебных построек. Скоро родит, господи, как быстро в этой игре летит время. Я видел, мягко говоря, обсуждение, давайте так. Не удаётся найти доступные чего? Центр со свобод... научный центр со свободным местом. Я понял, в чём проблема. Поскольку у нас теперь два ветеринара занимаются исследованиями, то, конечно же, одному из них не хватает исследовательского центра, малого. И как раз на месте бывшего генератора я его и поставлю. Или на бывшем месте генератора как-то так. Да, по-моему, укратненько всё стоит. Ещё одно исследование завершено. Надо найти исследования, тупо забить и не обращать на них внимания. Но теперь мы по Акапе всё уже выучили, и это мне говорит о том, что мы можем ещё и... Так, всё в порядке у них теперь. Да, теперь вообще всё огонь. И осталось добавить обогащение среды. Вроде бы теперь я уже могу себе это позволить. В вольере. Предметы обогащения. И давайте тут выберем вид. Отлично. Супер. Просто 10 из 10. Супер. И ещё дальше игра продвинулась. Теперь я ещё и не могу выйти из игры. Тоже задезейблилась. Могу только в главное меню. Шикарно просто. Всё, сама по себе пофиксилась. Наконец-то я уже зашёл в Steam, посмотрел. Там уже народ начал... Открыл тему с обсуждениями с этими, и эта проблема была у многих. Вид здесь неплохой. Вот здесь вид неплохой. О, смотрите, как с черепашками хорошо получилось. И, кстати, да, черепашки дали потомство. Я забыл об этом сказать. Вдруг кто пропустил. По-моему, две черепашки у нас родилось. И я считаю, что места всё равно хватает. Но реально, они настолько медленные, что для них даже такого вольера вполне хватает. Так, ну что, мы с вами тем временем... Это уже маленькие фламинго, да? Или это ещё большие фламинго? То, что там вроде бы было написано, что вот прям вообще скоро-скоро родит. А социальная группа, а что такое? Слишком мало взрослых и молодых особей. Вау, а сколько же нужно? Больше двух. Больше двух, друзья мои. Хорошо. Я думаю, что скоро родятся два маленьких, и уже будет всё хорошо. Как раз посветлело. И мы, наконец-то, с вами можем нормально начинать. И да, я говорил про Акапи. Где они там подевались-то? Оба спят. Это хорошо. И я теперь им могу дать обогащение среды, которого у них не было. Вот видите, 0%. Теперь уже, когда всё выучено по ним, то теперь уже вообще хорошо. Значит, мне нужен вольер. Вид. Акапи, да, вот оно. Ой, смотрите теперь, сколько всего подобавлялось. Значит так, мы будем здесь делать ширму. Слушайте, а ширма, это интересно. Это очень интересно. Давайте. Я только чёрт его знает, пройдёт он или нет. У них тут так всё заставлено. Давайте лучше вот тут я сделаю ширму. Чтоб он 100% мог обойти. Это уже 50%. Это неплохо. Массажный столб сделаю. Вот здесь, пусть люди не видят, пусть там они втихаря это. И кормушка, бочка на подвесе. У-у-у. Это что-то крутое. Давайте вот тут, около дерева. 100%. Всё теперь отлично. О, Акапи теперь божественные. Люди смогут видеть, и я надеюсь, что в целом это неплохо. Так, ну-ка, забрать награду прибыли от продажи напитков. Есть. И дальше у нас ещё куча всяких бонусов дополнительных, и мы идём в плюс, даже несмотря на двух новых работников, которых я только что нанял. Которым, кстати говоря, нужно понизить зарплату. На 50 долларов каждому. Инспектор скоро прибывает. Так, и тебе на 50 долларов. Вот так. Всё, теперь у них всё хорошо, и... можем уровень повышать им. Давайте в первую очередь повысим навык у... Высокая загрузка. У наших смотрителей. Вот так. Ну, им зарплату тоже придётся повысить сразу же, конечно. Но это в будущем. И я, наверное, ещё повышу навык у своих... Механиков. Ну, у основного персонала реально надо его повышать. У ветеринаров не буду, они чё-то и так как-то очень быстро работают. У продавцов высокая загрузка и высокая загрузка у смотрителей. Это хорошо не закончится, я вам точно говорю. Поэтому давайте наймём ещё одного продавца. Чтоб он заменял в друзьях своих. И... Блин, ну посмотрите, честно говоря, я не знаю, почему высокая загрузка. Но если... Если мне игра так пишет, то я найму ещё одного. По-любому. Потому что это очень важно. Смотрители это те люди, которые следят за животными. И, конечно же, их нужно поддерживать в нормальном состоянии постоянно. Ну, а мы с вами тем временем пытаемся купить новое животное. Итак, давайте торговля животными. Посмотрим, кто у нас там есть. И под него будем делать новый вольер. Так, тут мне нужен сброс фильтра. Как его сбросить-то? Хотя, ладно, пусть будут за деньги, это не важно. А здесь... Сбросить. Мандрил 3000 стоит. По-моему, они что-то поменяли по ценам. Но... Давайте по привлекательности посмотрим. Вот, наверное, так. Да, тайваньский чёрный медведь. Кстати, этого не было. Этого не было. Прошлый раз самочка. Ну-ка. Ген иммунитета неплохо, но мне бы хотелось с большей фертильностью, чтобы были животные. Гребнистый крокодил. Гиен у нас не было в прошлый раз. Гигантская черепаха есть. Нильский варан. Бонго. Белоуст. Давайте крокодила. Слушайте, это прикольно. Он к тому же достаточно привлекательный. Хотя, какой крокодил? Давайте обновим, посмотрим ещё раз. О, отличный медведь. Смотрите, ген фертильности 67 принимаем. И можно даже самку ему сразу купить. Меня устраивают. Честно говоря, оба они. Есть отлично. Два тайваньских чёрных медведя. Даю. И лан. Вот такие вот животные два. Давайте я сейчас на паузе посмотрю. Я немного путаюсь, потому что, по-моему, в Сити слева переключатель скорости, а тут справа. Поэтому... Или где-то, короче, слева этот переключатель. Поэтому есть у меня проблемы с этим. Давайте в зоопедии прочитаем про этих чёрных медведей. Да, я знаю, что можно было прямо из магазина на эту страницу перейти. Я не ищу лёгких путей, поэтому вот он. Это уязвимый вид. Их очень мало осталось в мире. Под вид чёрного гималайского медведя, обитающий на Тайване. Ну, понятно. У этих животных плотное телосложение, чёрный мех с характерным белым полумесяцем на груди. Круглые уши, длинная заострённая морда. У тайваньских чёрных медведей явно выражен половой диморфизм. Самцы гораздо крупнее самок. У первых длина тела в среднем составляет 1,7 метра, вес 135 килограмм, в то время как у последних рост и вес редко превышают 1,35 метра и 70 килограмм, соответственно. Ну, самки совсем маленькие, да, у них интересно. 40 метров им нужна территория для лазанья, это прикольно, это будет интересный очень вольер, и я в нём поставлю воду, потому что у меня у фламинго тоже вода есть. Очень большая территория им нужна, это мне нравится. 33 на 33 метра, приблизительно как у Акапи. Их может жить всего лишь двое, это приятно. Короче, круто, очень круто, правда. А, у нас их ещё есть, у нас ещё есть некоторая еда для них исследована. Это очень прекрасно, и мы с вами начинаем строить. Кстати, я самое главное не посмотрел, какой же для них нужен тип ограды. Всё посмотрел, ограду не посмотрел. Так, это вот на вот этой странице. Класс 4 с защитой от перелезания. Воу, а у меня такая вообще есть, сейчас, может быть, учить будем пока. Класс прочности 5. Вот есть нельзя перелезать. Это кирпич. Хорошо, кирпич подходит, значит, мне. Супер, ну, значит, делаем из кирпича. Я хочу вот эту дорожку тут протянуть для рабочих насквозь. Это будет очень удобно, мне кажется. Давайте для начала сделаем это. Как раз тут места для домиков много останется. Ничего страшного, что небольшой зазор будет там у медведей. Так, и вот тут я очень аккуратно это подвожу и соединяю вот здесь. Всё, шикарно. И... Тут я, конечно же, кину валун какой-нибудь. Просто для красоты. Природа. Камушек тропический, да. Чё-то вот этот камень, он мне прям очень понравился. Я буду их часто использовать, можете быть уверены. Вот так. В дополнение можем что-нибудь просто сверху накинуть, вот такое. Да, супер. И теперь растения мне нужны... Ммм... Сбросить фильтры. Кипарис 01. По типу того, как мы и раньше делали здесь, в этой местности. То есть вот так. Мне кажется, что это достаточно привлекательно выглядит, и туда никто не будет к нам вламываться в ту территорию. В общем-то, выглядит оно неплохо. Начинаем. Для начала нам нужно разметить очень большой вольер, размером с этот, для мишек. Я думаю, что я его вглубь пущу, потому что, по-моему, если я правильно смотрел тогда, то у них не очень хорошо... Да, с людьми отношения пугливые. Поэтому нужно так лучше сделать его длинным и узким, чтобы люди как можно реже засматривали что-то там у медведей. Ну, реально, пугливые ребята, что ж поделаешь. И, по возможности, я еще и заменю им. Слушайте, а как люди будут вообще просматривать эту территорию? Еще хороший такой вопрос. Так, чтобы медведи не перелазили ее. Короче, я придумал, но это будет достаточно тяжело сделать. Я тут вдавлю землю, и медведи будут слегка на спуске на таком... Ну, по крайней мере, вот здесь, да, для людей. Это будет очень сложный, конечно, вольер, но, я думаю, оно того будет стоить, потому что мишки реально топовые. И поскольку они тут могут очень хорошо перелазить, то это нужно прям хорошенько проработать. То есть для них горы — это не проблема для этих медведей. Но мне главное вот тут утопить. И, в принципе, высота, вот что приятно. Высота для этих медведей не имеет значения. И это круто. Я тут придумал немножко кое-что другое уже. И есть у меня надежда на то, что, во-первых, эти медведи не плавают. Во-вторых, забор их все-таки кое-как удержит. Вот эта вот отвесная скала, вернее, которая там, не забор. Но до того момента, честно говоря, я вот вообще не знаю, как с ними бороться, с этими мишками. Во-во, такое озерцо будет. Я его потом немного приукрашу и надеюсь, что этого хватит. Все-таки я решил, что чересчур там резкий склон у этих медведей. Сейчас мы с вами еще немного доравняем. Здесь какая-то жесть получается, честно вам скажу. Очень что-то трудно пошел мне этот вольер. Может быть, я их сильно перепугался, этих медведей. Черт его знает. Но теперь, наконец-то, уже можно строить. Прямой забор тут можно выбирать. Кстати, многие пишут мне, чтобы я строил кривые заборы. Знаете, мне что-то не нравятся кривые заборы. Я вот их не понимаю почему-то. А вот такие вот ламаны, они... Ну, мне почему-то приятнее, кажется. Тут уж на вкус и цвет, наверное, друзья. Так что я продолжу дальше в том же духе и буду строить именно такие. Так, тут вход будет для осмотрителя. Там домик у нас есть недалеко. То есть идея в том, чтобы сократить максимальное количество домиков для осмотра животных. Ну, пожалуй, тут мы уже можем закруглить. Тут оно уже напрашивается само по себе. Я вам еще скажу, что я не знаю, какой тут забор подойдет. С учетом того, что это медведи. Буду надеяться на то, что с вот этой стороны я вообще могу ничего не ставить. Ну, а там, где все-таки что-то я поставлю, то там будет у меня. Кирпич. Вот это все я обвожу. И вот это все будет у меня кирпичом. Где-то аж вот так. И, наверное, даже так я сейчас смещу. Вот эту часть. Чтобы она в камне где-то начиналась. Вот. Все. Вот начало вольера. Вот его конец. Ну и так, чтобы люди туда не попадали, давайте хоть что-нибудь, какую-то сеточку. Хотя сеточка против этих медведей опять же не поможет. Просто, чтобы люди опять же не свалились к медведям чисто условно. А вот эту часть я заменяю на сетку. Все как-то так. Смотрите, какой простор, а. Вообще круто получилось. Так здесь я делаю вход. В этот барьер деревянные ворота. Вот так. Поставились, поставились. Дорожки. Дорожки для персонала, хотя тут не обязательно для персонала именно. Но поскольку тут как бы персонал, то можем. Ух, вот это жесть. Это уже серьезно. Ну давайте запускать медведей, пробовать. Если что, мы их отловим. Деньги есть в запасе. Сюда. Очень надеюсь на то, что все пойдет хорошо, и они не смогут выбраться с той стороны. Надеюсь, что они плавать там не умеют. Или, ну я уж не знаю. Ну вот такая территория пока. Может быть я немного уменьшу, кстати, простор этого озера. Да, чуть покороче его сделаю. Но у меня просто тут была идея еще, может быть, водопадик какой-нибудь небольшой для красоты чистым набросать. Как это было раньше. Сейчас мы все это с вами посмотрим. Тем временем, пока их сюда привозят, я еще немного подровняю ландшафт. Это будет очень тяжело. Вот реально. Самый, наверное, такой трудный вольер. Из всех, которые у меня были. Вот мишки такие вот. Самец и вот самка можете посмотреть. Это я так даже не глядя на характеристики вам говорю. Сейчас посмотрим для начала ветеринарное исследование. Видел, что мусора много. Окей, это по фламинго. И мы с вами начинаем исследование по медведям еще параллельно. Да, идеально по территории получилось окружение, ландшафт. Давайте с ландшафта начнем. Им нужна низкая трава вместо... А, наоборот, ее много. Я понял. Значит, давайте высокую. Теперь высокое много, добавим немного земли. Земли, земли. Плотной земли хочу. О, не, подождите-ка. Не настолько плотной. Поменьше интенсивность. И размер поменьше. Вот тут под забором, мне кажется, будет прикольно. Ну, просто оно адекватно будет смотреться в этом месте. Так, и высокой травы все-таки многовато. Теперь нужно низкой заменить чуть-чуть. Сбалансировать, так сказать, всю эту местность. И все. Да, им снег еще нужен, в принципе. Ну, не то, что нужен. Он им не вредит. Но по факту, как бы, он им и не сильно и нужен. Растение, покрытие, ноль. Азия, биомы, лиственный лес и тропики. Хорошо, друзья. Хорошо, мишки. Значит, им нужны тропики, лиственный лес. Давайте объекты начнем. Наверное, мы с вами не с леса, а с биома, тропики, лиственный лес. И я сейчас попробую смастерить тут какой-нибудь водопад по типу того, что был у нас в прошлой серии. Но вам я, наверное, покажу уже только финал того, что я тут настрою. В общем, что-то такое я тут пока набросал. Водопад я, наверное, отложу чуточку на потом, потому что для него мне нужно игру все-таки запустить, снять с паузы, иначе не воспроизводится этот эффект с водопадом, и мне тяжело понять, все ли там вообще хорошо или нет. Кстати, смотрите, по какой горочке они там ползают, эти мишки. Окей, давайте тут пока сброшу, еще и резкие такие. Жесть. И быстренько заполнить, что тут им еще нужно, чтоб они не бомбили хотя бы быстренько, и потом переключусь обратно на водопад. Значит, им нужно по растениям очень много всего. Из биома Азия, тропики и лиственный лес. Уж растения я расставлю уже... Так, секунду... Континент Азия. Вот, растения я расставлю при вас, потому что это всегда намного интереснее, и причем тут еще и такой прикол, что у них этих растений можно ставить реально очень много. И я бы, наверное, хотел бамбука тут им наставить побольше. Но вот та же проблема, что и была, о которой я говорил уже на прохождении беты, как-то этот бамбук, он сильно плоский бывает в некоторых местах. И нужно определиться, где бы я его хотел видеть. Тут бамбук... Давайте, наверное, вот здесь. Опять же, я могу его сколько угодно добавлять, поэтому можно ни в чем себе не отказывать в этом плане. Мне кажется, будет классно все равно. Тут особо как бы на мишек оттуда именно не посмотришь. Вот основной осмотр здесь будет. И мне кажется, что классно, если такая территория тут будет... Хотя водопад я весь закрыл. Давайте хотя бы немного приоткроем, и еще здесь я поставлю. Слишком много бамбука, но мало тоже не хочется его ставить. Так, я знаю, что он там плюс-минус в воде может расти. Во, мне кажется, так хороший очень осмотр будет. И здесь на водопад люди смогут его увидеть под таким небольшим ракурсом, да, по-моему? Отлично. И здесь понятно, что бамбук, не видно этого стыка, с забором, и в целом очень даже прикольно. Хорошо. Сколько вам еще там нужно? Вот даже этого мало. Можете себе представить, насколько много они позволяют им поставить. Хочу какое-нибудь большое дерево им тут установить одно. Кипарис. Ну, нет, кипарис искушновато. Хлопковое дерево. Ага, даже они его воспринимают. Вон у нас хлопковые деревья и раньше были. То есть это тоже относится к тому, что нужно. Ну, давайте одно вот тут в углу расставим. Я надеюсь, что они на него не смогут залезть, аж на него, и перелезть через забор таким образом. Потому что, если вы вспомните, у нас были лемуры в прошлый раз. И эти лемуры очень даже хорошенько так перелазили все. Так, давайте рядом с этим поставим вот такое вот дерево, чуть сгнившее, потому что мне кажется, что якобы оно там что-то впитало и забрало у себя все эти материалы. Это я вот так поставлю около камней. Тяжело будет с этими сейчас ребятками. Плющ. Ну, не знаю, что с плющом делать. Тем более тут местность не очень-то и ровная. Плющ угол. Это, я так понимаю, для зданий вообще. Поадубь можем таких, но они маленькие. Вот этот неплохой. Больше по краям ставлю, чтобы был реально хороший обзор. Мангровое дерево. Тут тяжеловато, конечно. Главное, не возле забора, ну, вернее, не над забором ставить, иначе будут проблемы. О, вот это интересно уже. Или оно ж не в воздухе? Оно в воздухе, блин. Так, где-то тут была отметка «Привязать к поверхности». Деревья лучше не привязывать к поверхности, а вот растения вполне можно. И даже вот у нас был, например, папоротник. Тоже его можно привязать, куда-нибудь вот сюда. Во, а сейчас мы уже с этим нормально поработаем. Так, и возвращаясь к плющу, вот интересно, если с привязкой к поверхности. Ну, тоже, ну, что-то такое вот. Не сильно мне нравится. Ну, можем хотя бы на таких участках поставить его. Это уже интересно сакуры. Это, конечно, уже может быть чересчур для них, но, тем не менее, сакуры – это всегда интересно. Где у них будет пещера? Я думаю, вот тут сделаю какое-нибудь укрытие. Изначально тут планировал, но теперь понимаю, что нет. Лучше все-таки пусть там они живут, они людей пугаются слегка. Поэтому тут я просто поукрашаю как можно сильнее. Вот так. И я думаю, что люди смогут что-то там увидеть вдалеке. Блин, далеко, конечно, получается. Возможно, я слегка уменьшу потом количество воды в этом озере, чтобы медведи немного ближе подходили. Ну, покрытие уже хорошее. Так, осталось теперь какое-нибудь укрытие им придумать. С укрытием тяжело, друзья. Я давайте сделаю пока временное, чтобы хотя бы какое-то было. И уже потом, я думаю, в следующей серии я им сделаю нормальное укрытие какое-то, где они смогут хорошенько жить. Да, я знаю, что стойла такие не очень красиво смотрятся, но люди их не будут видеть. А медведям, я думаю, нормально. Потом я это поправлю. Он вообще это воспринимает как укрытие или нет? Да, он это воспринимает как укрытие, хорошо. То есть им даже по факту вот этого достаточно. Может быть, я это просто приукрашу потом. Но самое главное, что я хотел бы, это еду им добавить, потому что у них пока что ее нет вообще. Значит, здесь окапи я убираю и ставлю вид. Как там они назывались? Уже и забыл. Тайваньский черный медведь. Жесть. О, много для них всего. Это круто. Много платформ. Тоже хорошо очень. То есть они же лазят, это правда. Но пища. В первую очередь пища. Поднос для еды, поднос для еды, миска для воды. Но я думаю, что миска для воды им не нужна. Они как-то сюда спустятся, а вот поднос для еды малый или большой? Давайте большой. Мне кажется, медведи много едят. Мы вон там поставим. Ну, а к еде они как-нибудь дойдут. Так, поилки не нужны, как я уже сказал. Давайте массажные столбы порасставляем. Тут около воды прикольно будет. Маркер какой-то обогащающий, не знаю, что он дает. И лакомства. Лакомств у меня никаких нет, правильно? Да, еще не открыты, но исследования скоро будут. Рампы для залезания. Мне вот интересно, а есть ли в строительстве? Нет готовых рамп, а на бете были. И тут прям надо думать. Ну, хорошо, давайте для них пока хоть что-нибудь смастерим, чтобы мишки могли полазить. Я вам скажу, что эта задача будет не из простых. Я, конечно, постараюсь еще что-то тут сделать. Интересное, но вряд ли у меня получится прям что-то невероятное в плане лазаньи для них придумать. Так, чтобы не сильно много времени это заняло. Так, есть. Теперь еще одна такая рогатка. Ну, я думаю, что это уже начало. Хоть что-то? Хоть как-то они смогут ползать? Ну-ка, скажите мне. Что вы скажете на это? Укрытие есть пространство с возможностью лазаньи. Надо больше. Ну, понятное дело, надо больше. Почему я не удивлен? О, я знаю, что я сделаю. Я сделаю вот так. Круто. Мне нравится. И... Объекты, вольер. То есть это альтернативный способ для них сюда забраться. Думаю, интересно. Есть. Ну, короче, залезут. Я уж не знаю, как медведь может на это залезть. И чем ему деревья, не пространство для карабканье куда-нибудь. Так, ну-ка. Чуть я продвину. О! Супер, тузим. Даже вот этого достаточно, вот этой установочки небольшой. И жить они могут. Давайте я перепроверю быстро. Чего ему еще не хватает? Укрытия. Чуть-чуть укрытия им не хватает, что странно говоря. Добавлю просто еще одну будочку такую. Давайте пока так. Опять же, друзья, временное решение. Потом за кадром что-нибудь придумай. Температура для них жарко. Хорошо. И поправлю. И питание. Хорошее питание. Ну, все. Кстати говоря, по питанию, возможно, мне уже для них даже открыто еще один вариант питания, но это не точно. Нет, пока что ничего мне для них не открыто. Ой, начинает темнеть. То, чего я не хотел бы, чтобы случалось. Но давайте быстренько очень вершина водопада. Вот то, о чем я говорил. Оно только без паузы работает. Но благо водопад в этой игре делается недолго. Угу. Ну, это уже начало. Это уже неплохо. Так. В самом начале да, тоже добавлю. А там вверху не буду. Вот здесь хочу, кстати. Во, выходит неплохо. Вершина, подножье. Мне нужна средняя часть теперь. Средняя часть это там, где вода сбегает непосредственно. То есть, сам эффект воды. Тяжело немножко понять, где он и как. Но вот здесь, наверное, ничего. Так. Смотрим, вот тут еще не хватает и будет тогда вообще шикарно. Такой вот водопадик. Ну, может быть, излишне, может быть, не излишне. Но сейчас я сюда добавлю еще кое-чего. Кстати, да, подножье, самое главное, забыл. Подножье это такие следы от воды. Но их нужно в правильном месте очень разместить, чтобы оно прям ровно-ровно по воде шло. Иначе будет не круто. Вот. И хочу еще теперь туман и будет вообще круто. Туман средний. Вон туда. Смотрим. Так, и проблема по животным. Опять. А, ну да, он аж сюда зашел. Но это то, о чем я говорил. То есть, изредка они туда будут забегать. Но у них есть возможность оттуда выбежать. Ну вот, у Мишек как-то так получился. Водопадик здесь такой... Ух, ну, по-моему, прикольно. Ну что, друзья, на этом буду заканчивать. Всем... Что? Воу! Жесть! Вот это круто. Это очень неожиданно. Эти медведи явно не дадут мне заскучать. Да, друзья, на этом буду заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь. Оценивайте. Хех. Кто желает, присоединяйтесь к Патреону. Ссылка есть в описании. Много плюшек взамен. Заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь на сервер Дискорда. И увидимся в следующей серии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...